Казачий генерал В мероприятии приняли участие главы города Краснодара, Денского, Северского, Горячеключевского и Усть-Лабинского районов, а также представители силовых ведомств, директора казачьих школ, казаки, молодежь и духовенства. Атаман отдела Виктор Светличный подвел итоги своей работы и правления за прошедший год, поделился успехами и наметил планы на будущее. Николай Далуда выступил со своей оценкой деятельности Екатериндарского отдела. На сегодняшний день я, как атаман Курганского казачьего войска, действительно доволен работой атамана Екатериндарского казачьего отдела. Это человек, который живет в казачестве, это человек, который очень много делает и пытается делать для развития именно всех казачьих обществ, которые входят в состав казачьего отдела. На сегодняшний день достаточно сильные атаманы районных казачьих обществ и первичных казачьих обществ в Услабинском районе, в Северском районе, в Горячеключевском районе сильные атаманы, а не геи, Васильченко, деда. В Екатериндарский отдел входит больше 6 тысяч человек. С каждым годом это количество растет. Увеличивается число обязанностей. Николай Далуда отметил, что на высоком уровне в отделе подготовка военно-полевых сборов, организации проведения корниловских поминовений. Улучшилась постановка на первоначальный воинский учет и отправка казаков вооруженной силы. Большая работа ведется по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. За личный вклад в развитие в систему казачьего образования на сборе объявлена благодарность Ирине Лысенко, классному руководителю класса казачьей направленности школу номер 59 станицы Северской, и Михаилу Кудовскому, лидеру Северского муниципального отделения Союза казачьей молодежи Кубани. В Северском районе ликвидировали горение травы и дома общей площадью 1000 квадратных метров. Пожар в селе Львовском начался 10 августа около 16 часов. Предположительно, со стороны республики Адыгея загорелась трава. Из-за ветра огонь перешел на жилое строение. В 16.22 на место прибыло первое пожарное подразделение. Установили, что загорелся частный дом и хоз постройки на площади 100 квадратных метров и сухая трава на площади 900 квадратных метров. Загорел дом, хозяйство, козы, куры загорели, гуси погорели. Ну, короче, вот машина стоит отца, он там сидит. Вот что документы у него, его, все, остальное все сгорело. В тушении пожара задействовали 16 человек и 4 единицы техники. На месте работал вертолет Ми-8 авиационно-спасательного центра МЧС России с водосливным устройством. Руководил работами по ликвидации пожара начальник пожарно-спасательной части Северского района Сергей Исаков. Силами и средствами Северского пожарно-спасательного гарнизона возгорание было локализовано в кратчайшие сроки, а затем ликвидировано. В тушении пожара принимали силы и средства Северского пожарно-спасательного гарнизона города Краснодара, также силы и средства частной пожарной охраны, силы и средства муниципального образования, также спасательного отряда. На тушении пожара применялся вертолет Ми-8 с ВСУ-5. По официальным данным, погибших и пострадавших в огне нет. Локализацию возгорания частного дома пожарные провели в 17 часов 18 минут. Причиной определяют сотрудники пожарной лаборатории. Они работают на месте ЧП. Районные специалисты встретились с активом Новодмитриевского сельского поселения, чтобы ответить на текущие вопросы, узнать проблемы граждан, а главное помочь в их решении. На встрече присутствовали глава района Дамджерим, глава Новодмитриевского поселения, представители всех служб и ведомств муниципалитета и, конечно, жители, актив поселения. Вначале с отчетом выступила Елена Шамраева. Она рассказала о своей работе, проблемах и достижениях станицы, а также обозначила основные направления в деятельности поселенческой администрации. После отчета главы жителей поселения смогли задать свои вопросы представителям власти. Обращения граждан касались благоустройства поселения, газовода, электроснабжения, взрывоохранения, транспортного сообщения. Все вопросы, заданные в рамках встречи, поставлены на контроль для их дальнейшего решения. Ремонт Яблановского моста в Краснодаре завершен. Планировалось, что работы завершатся к 20 августа. Однако ремонт произвели с опережением графика на неделю. И уже сегодня, во второй половине дня, по путепроводу открылось движение автомобильного транспорта. На Яблановском мосту произведена полная замена шести пришедших в негодность температурных швов. На их ремонт требовались значительные финансовые средства. Специалисты работали круглосуточно, что позволило сократить срок работ. В ночь с воскресенья на понедельник строители сделали финальный слой, выравнивающий заливки на всех швах и нанесли дорожную разметку. Отметим, что последний раз температурные швы на Яблановском мосту ремонтировали в 1985 году, то есть 33 года назад. А каждый день по путепроводу здесь проезжает около 20 тысяч автомобилей и автобусов. Любители спорта со всего муниципалитета встретились на северском стадионе «Олимп», чтобы помериться с силами и просто хорошо провести время во Всероссийский день физкультурника. Хочу всех вас поздравить с сегодняшним праздником. Отрадно видеть, что очень много детей сегодня на нашем празднике. Ведь, как говорится в народе, в здоровом теле здоровый дух. Хочу всем пожелать здоровья, благополучия, успехов. Не обязательно быть большими мастерами спорта, олимпийскими чемпионами. Для себя, для своего здоровья занимайтесь физической культурой и спортом. В спортивные достижения муниципалитетов принято оценивать по результатам спартакиад. В спартакиаде молодежи Кубани и в сельских играх Кубани 2018 Северский район в комплексном зачете занял вторые места. В начале мероприятия прошла церемония награждения. На пьедестал почета поднялись главы поселения чемпионов. Также за внесенный вклад в спортивные достижения Северского района и в честь Дня физкультурника благодарственные письма вручили самым выдающимся спортсменам и тренерам. Открылся праздник необычным забегом. На старт вышли главы поселения, совершив почетный круг. Я сама с 1972 года занималась профессиональным спортом. Я была многократной чемпионкой края по легкой атлетике России и Советского союза. Сейчас, став главой поселения, мне хочется, чтобы спорт возродился в поселении так же, как и многие годы назад. В этом году наше поселение заняло призовые места по стритболу девочки в крае, в районе, по футболу. Признание награды, которую получают спортсмены, это в первую очередь заслуга тренеров. Ежедневно они прикладывают немало усилий для того, чтобы их подопечные смогли реализовать свои таланты. Труд такой тяжелый, приходится много тренироваться. Результаты приличные. В этом году самые свежие выиграли кубок губернатора в двух возрастах девочки. Выиграли локомотив школьную лигу девятыми и одиннадцатыми классами. Это чисто новодмитриевские дети среди школьников. Получается, в край где-то примерно полторы тысячи школ, и мы стали первое место. Это уже не первый год, в том году тоже были первые. В том году выиграли спартакяду учащихся Кубани. День физкультурника объединяет всех. Взрослых и детей, тех, кто добился хороших результатов, и тех, у кого победа еще только впереди. Мы занимаемся футболом Федора Ильича, потому что нам это очень нравится. Мы хотим стать здоровыми, сильными пацанами и стать чемпионами, чтобы получить золотой кубок спорта Северского района. Спортсмены соревновались в таких видах спорта, как эстафета 4 по 100. Смешанное притягивание каната, шахматы, пляжный волейбол, мини-футбол, стритбол и масс-рестлинг. День физкультурника – один из любимых праздников всех, для кого спорт – это стиль жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова